Добрый день! И сегодня у нас посвящена наша встреча дыханию, диафрагмальное дыхание, дыхание, нижнедиафрагмальное дыхание. Многие из вас уже все-таки, наверное, смотрели, да, верхнедиафрагмальное дыхание, вот, среднегрудное или грудное дыхание. И мы сейчас подошли с вами вот к нижнедиафрагмальному дыханию. Здесь есть, так говорят, мышцы, вот кто-то там фасциальный лист называет, в общем, есть такая часть у нас в теле, или действительно это как такая плотная пленка, которая разделяет грудную клетку от области живота. И у нас получается, таким образом делится тело на две части. И дальше диафрагма выстилает по задней, вот, отделу спины, по поясничному отделу, и выстилает, значит, у нас здесь вот внизу в тазовой области. И там дальше это все переходит, естественно, нету здесь каких-то прикреплений точно, а все переходит одно в другое. И дальше это все, в общем-то, с диафрагмой переходят в следующие какие-то соединения, связки, мышцы, фасции и так далее. И диафрагма делит, и, в общем-то, получается делить наше тело. И получается, что, в принципе, и грудная клетка за ребрами тоже, это у нас отдельная часть как бы тела, да, и вот есть область живота, где находится у нас много органов, которые отвечают за, в первую очередь, я бы сказала так, питание организма витаминами, минералами. И, кроме всего прочего, это органы, которые очищают кровь от уже использованных каких-то веществ, ненужных уже, да, вот, как это сказать, вещества обмена. Вот, и, получается, здесь у нас органы набирают кислород, напитают, естественно, это у нас легкие, отвечают за водно-солевой обмен. И грудной отдел же у нас, я бы все-таки, я всегда туда, немножко, когда я работаю, да, вот я скажу, что все-таки почки больше идут к грудному отделу, потому что почки подчиняются ритму дыхания. Вот, значит, продолжаем. Почему я говорю, вот сейчас вам это объясняю. Чаще всего разделяют тело на две части. Вот верхний, вот этот, да, грудной отдел и нижний. Но тело наше, туловище, оно работает вместе. Ничего нельзя разделить. Ну, никак нельзя разделить. Особенно относительно самой биодинамики работы органов и вообще всего организма в целом. И почему это получается так? А дело в том, что каждый орган имеет свой ритм. Он в любом случае, вы же понимаете, все, что живое, оно дышит. Значит, есть, как бы, увеличение, расширение, да, и сужение. Вот каждый орган у нас имеет свой ритм, вот этого внутреннего биодинамического дыхания. Каждый орган имеет свою функцию определенную, которую он выполняет. Но все это вместе подчиняется полностью именно респираторному дыханию. А респираторное дыхание – это свобода и полная, подчеркиваю, свобода грудной клетки. И любое напряжение в грудной клетке сразу приводит к нарушениям работы внутренних органов. И не только внутренних органов, а вообще всего организма в целом. Факт остается фактом. И те, кто приходит ко мне учиться, и сразу же на первом, буквально на первом семинаре, на первом модуле, когда на своем теле начинают ощущать происходящие изменения, происходящие процессы в теле, вот тут все начинают понимать, что таки, да, я права. Но я хочу сказать, это не я права, это тело так работает, это оно правильно работает именно таким образом. И каждый раз, я когда говорю о дыхании, я всегда говорю об одном и том же. Каждое дыхание нам очень важно, оно необходимо, и на каждое дыхание есть определенное действие, есть определенная специфика психоэмоционального состояния, эмоционального состояния, энергетического, физического. То есть для каждого вот чего-то нашего действия нужно какое-то определенное дыхание. И ни в коем случае нельзя говорить, что диафрагмальное дыхание, оно прям вот первичное, самое главное. И еще самое важное, что, опять-таки, подчеркну, что не отдельно взятое диафрагмальное дыхание освобождает какую-то зону нашего тела, а именно вся система дыхания, когда свободна, вот тогда происходят процессы очень интересные. Именно освобождается то, что связано с каким-то определенным нарушением. Но за всю жизнь в нашем теле накопилось очень много нарушений. И вот это вот поэтому и проблема, что нельзя найти одну точку, на нее надавив, или, не знаю, там, погладив, поцеловав, полюбив, нагрев, стукнув, в конце концов, колов иголку, колоть иголкой, и сразу все тело будет здорово. Нет такого. И сейчас, когда готовилась к встрече, я... Мне, вот, по-моему, даже на моей странице точно есть, что от диафрагмального дыхания зависит состояние шеи. Или там вот это просто попалось мне. От диафрагмального дыхания зависит работа мозга. В общем, работа там поясницы, работа чего-то... Да, зависит полностью все от диафрагмального дыхания, нижней диафрагмального дыхания, от грудного дыхания. Я очень прошу вас, вот сразу же, сейчас мы будем дальше... Естественно, мы будем говорить об этом. Я очень прошу вас понять эту самую важную суть нашего тела и нашего здоровья. Что все важно, и ничего нет первичного. Я всегда говорю, что ключ к здоровью – это свободная грудная клетка. В первую очередь. Конечно же, есть составляющие и другие где-то части, но грудная клетка – это первоочередной наш механизм, благодаря чьей работе наше тело фактически функционирует. И по грудной клетке можно сказать сразу вообще все. Как себя чувствует человек, какое у него вообще состояние, и многое-многое. И, во-первых, можно сказать про каждый орган, хотя вообще можно сказать по-любому, как себя чувствует человек, но грудная клетка – это святое. И это действительно, вот это могу сказать, что это первично. И первично вся грудная клетка, а не отдельно взятая какая-то мышца, плёночка, ребро, не знаю, там, доля какая-то, клетка какая-то, нету. Именно вся грудная клетка в едином целом. И теперь давайте мы разберём. Значит, про верхний диафрагмальный грудной вы уже, значит, кто не слышал, не видел, рекомендую посмотреть потом обязательно наши встречи на эту тему. А нижнее диафрагмальное дыхание, когда оно нам нужно, для чего оно нам нужно? Очень, очень, очень на нижнее диафрагмальное дыхание обращают внимание в йоге. И там развивает, в общем-то, я знаю, что очень много, ну, сама когда-то в 90-е годы йогой занималась, и сейчас очень много кто в этом направлении занимается. И, к сожалению, ну, это моё отношение. К сожалению, йога, как йога, которая была древней, она вообще сейчас практически, по-моему, растворилась во всех нововведениях и разных йогах. Но основу-воснову всё равно там тоже остаётся. Это нижнее диафрагмальное дыхание, которое они развивают, они над ним работают, они им дышат. Но тут есть момент. Практически все йоговские позы – это в позиции сидя, то есть это не в движении. И не в движении, когда в пассивном положении тела, тело само дышит, в первую очередь, вот именно нижней диафрагмальной зоной. Вот вы сейчас спокойно сидите, наблюдайте сами за собой. Давайте сделаем такой эксперимент. И я прошу всех поучаствовать в этом эксперименте, и потом дальше, чтобы вы в этом, может быть, тоже понаблюдали за своим телом. Вот вы сейчас сидите все, и вы, естественно, дышите без дышания, без дыхания нет жизни. И вот вы дышите. Как вы дышите? Чем вы дышите? Да, у вас будет дышать в первую очередь нижняя диафрагмальная зона активная, и тело дышит, и животик у вас двигается. А теперь встаньте, пожалуйста, и походите по комнате. Ну, во-первых, вы уже знаете, что встаем, и только благодаря активизируется верхнее диафрагмальное дыхание, и когда плечи поднимаются, мы дышим. А если вы сейчас походите по комнате, походите по комнате, чем вы будете дышать? Попробуйте, подышите так, как хочет тело. И тело будет дышать в первую очередь. Это грудное дыхание, и вот частично, может быть, еще участвует тоже верхнее диафрагмальное. Когда нужно поднять тело, переступить через порог, когда нужно переступить через стул, у нас активизируется верхнее диафрагмальное дыхание, потому что именно благодаря ему тело поднимается наверх, и есть легкость в движении тела, если активно работает хорошо, свободно. Что активно? Свободно работает верхнее диафрагмальное дыхание. А теперь, пожалуйста, гуляя по своей квартире и по своей комнате, дышите теперь сейчас ниже вот этой вот прям диафрагмы, животом. Как ходится? Как дышится? Свободно вам или не свободно? И что? И вы понимаете, что дыхание нижнее диафрагмальное в процессе ходьбы не работает? Никак. Это дыхание не для ходьбы. Это дыхание не для движения. Это дыхание не для того, чтобы передвигать куда-то тело. И если вы сейчас попробуете поднять руку наверх, поднимите руку наверх, чем вы вдохнули? Вы вдохнули опять-таки. Если вы протянете право, протянете, не протянете, вытянете руки вперед. Что у вас будет дышать? Грудная клетка. Если вам нужно какое-то сделать движение, в этот момент меняются разные дыхания. И поэтому все дыхания нам нужны. И получается, что если человек развивает у себя именно нижнее диафрагмальное дыхание, а столько времени на это тратится и в йоге, и в цигун, и в тай-дзи, и во многих сейчас вообще новопридуманных всяких практиках развивают... Я тут не буду сейчас говорить. В общем, периодически я так горько подхихикиваю, но это, к сожалению, страшно становится от того, что людей приводят и приучают, самое главное, к неправильной работе нашего организма. В нашем организме важно все. Каждое дыхание, это я еще только говорю о самых основных, верхнее диафрагмальное дыхание, среднее грудное и нижнее диафрагмальное. Вот нижнее диафрагмальное, это как раз активизируется, в первую очередь у нас двигается живот. И мы, можно сказать, да, вот это вот нижнее диафрагмальное дыхание. Или еще его называют дыхание животом. Итак, мы в первую очередь дышим нижним диафрагмальным дыханием тогда, когда мы сидим. И вот когда мы сидим, чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, поворачивались, еще что-то, вы будете дышать, и, точнее, ваше тело будет дышать нижним диафрагмальным дыханием. За исключением, что это все-таки, это, как сказать, любой процесс у тела, он никогда не бывает одинаковым. И каждый вдох, он отличается от предыдущего. Он может быть чуть шире, чуть объем какой-то другой. Почему такое происходит? Ну, во-первых, мы, наше тело, если оно живое, оно биодинамично. И, допустим, вот я сейчас специально перед вами какие-то движения делаю, я разговариваю, но в любом случае мое дыхание будет первичное и основное, вот сидя. Как бы я ни крутилась куда-то, и вы сейчас можете точно так же поделать вместе со мной, предлагаю. Все, что я делаю, повторяй вместе со мной, и вы тогда понимаете, что ваше в любом случае тело дышит именно нижней диафрагмальной зоной. Почему такое? Ну, потому что именно в положении сидя наше тело так работает. И объяснение на это я вам не скажу, потому что задумки не мной, не я создавала эту штуковину, а кто-то создатель, но он хорошо все продумал. И если вы наклоняетесь куда-то, какой-то объем, естественно, легких меняется, грудная клетка меняет свою форму, и поэтому в любом случае дыхание будет чуть-чуть, чуть-чуть другим, даже сантиметр, кубический сантиметр объема легких, если меняется, то, естественно, физический процесс всего, что происходит в нашей грудной клетке, а вместе с ней во всем теле, вы должны это понять, уже другое, и оно тоже меняется. И я, допустим, вроде бы держу мышечку, да, а если вы попробуете рукой подвигать, и вы дышите, но вы понимаете, что эта часть грудной клетки будет более напряжена, а эта будет более свободна. Поэтому, значит, при нашем дыхании, там, где более свободно, оно будет более свободно дышать, а там, где напряжение, что? Там будет меньше объема движения, меньше объема легких, и меньшее количество того же воздуха и кислорода будет поступать к нам посредством дыхания. И как раз это сразу же вам, вот этот момент, когда вы одной рукой что-нибудь делаете, но почувствуете напряжение, это вам сразу же лишнее, может быть, доказательство в собственном исследовании, насколько напряжение грудной клетки меняет наше дыхание. И в том числе, насколько это напряжение меняет полностью, фактически, состояние всего тела. Вот, сожмите кулак, вот сейчас, вы почувствуете напряжение в одной части, оно напряжено, а здесь все легко. Вот таким образом, это уже так еще подсказочка, это когда, к тому, когда я, вот, и было одно у меня видео, где я рассказывала о напряжении боли. И вот, и у нас оно, в общем-то, там, формируется разной системой, но вот как раз вы можете на себе сейчас почувствовать, как это внутри проявляется. И это проявляется не напряжением одного кулака, всего лишь, и там, да, вот, вместо таких пальцев. Можно фигуру сделать, пожалуйста. И напряжение тоже изменится. Оно будет другой формы, другое-другая будет сеть. Но в каждой шутке есть доля шутки, и на самом деле большущая доля правды. Итак, значит, передержи движения, вот, я пока все говорю силе. Значит, кто у нас сидит, у кого сидячая работа? Это, конечно же, программисты. Вот, и когда программисты, а программист фактически всегда, чем работает? Вот, и мышечка. Очень у многих еще появляется напряженность за счет того, что, не за счет того, а в связи с тем, что нужно что-то быстро сделать, чего-то найти, бровки вот так у нас сужаются, напряжение идет уже здесь, лобная доля. Уже у нас череп тоже, а мы с вами, ну, я вам в любом случае об этом буду говорить, как там нарушаются ритмы, и ритмы дыхания, и движения. У нас там все движется, движется каждая косточка, вот, у нас на черепе, двигается, имеет тоже свою, очень важную, важную, как это, динамику и важную функцию. Итак, сидит программист, смотрит, глаза устают, начинается очень сильно, в любом случае практически у всех потом постепенно, вот, какая-то такая напряженная мимическая маска. Вот, и в этот момент попробуйте даже просто сделать такую мимическую маску, да, в руках у вас, вот, мышечку обнимите, вот, и что вы будете чувствовать? Вы будете чувствовать, что произошли изменения в вашем дыхании. И что там получается? Нижняя диафрагмальная зона напрягается, вы продолжаете дышать, но вы можете почувствовать, при чуть-чуть таком наклоне, вы можете почувствовать, что у вас такое опоясывающее напряжение, и переходит дыхание куда? А оно начинает больше дышать живот. Вот, и переходит, вот, у нас получается нижняя диафрагмальная зона, есть дыхание, когда вот так вот сидите спокойно, и у вас дышится прям под ребрышками, вот это, и это и есть прям как есть нижнее диафрагмальное дыхание. А когда вы так вот наклонитесь, то у вас что будет работать уже? Больше работает нижняя часть этой диафрагмальной зоны, и вы начинаете дышать животом. Плечами вы не будете ничего, у вас не будете здесь делать, у вас будет здесь при наклоне, а такое бывает, вот что там такое, вот работаете, я так вот сюда опять наклонились, и меняется это нижняя диафрагмальная, дыхание сменяется с животом. И если там есть напряжение, которое, в принципе, постепенно появляется, чисто профессиональная посадка, то, естественно, там появляется напряжение, оно постоянное напряжение. И напряжение для человека потом очень часто, что он делает? Откидывается. Потому что именно только в таком положении. Откидывается, вдох идет, многие начинают подтягиваться. Таким образом тело снимает с себя напряжение в той зоне, где была огромная активность, и эта функция, без воздуха мы жить не можем, и эта функция необходима, то есть нужно дышать. И вот так вот человек сидит. А тут в этот момент, если они все сидят еще в зале, программисты, или не программисты, кто-то сидит за компьютером. Сейчас много офисных людей, которые работают. Дальше так и хочется немножечко так посидеть и подышать, чтобы освободилось, чтобы потом дальше активно работать. Но! А тут люди сидят неудобно, скажут, ты что развалился-то? И как-то человек сразу так раз посидел, и опять-таки с ударю наклоняется. А тело еще не успело восстановиться. И далее появляется что? Усталость, утомляемость, вялость, мозги меньше, но и слабее начинает работать. Уже что-то, ой, что-то я забыл, куда я там все это сделал. И вот только сделала несколько минут назад, а уже не помню. И частично вот какое-то, ну, как сказать, это... Я наблюдала, одним словом, сказать, что какая-то сумбурность вот такая, да, суетливость, вот, наверное, точно так, суетливость какая-то. И рассредоточенность. Очень вот такие вот варианты, очень часто можно наблюдать за теми, кто, опять-таки, сидит за работой, за компьютером и долго-долго сидит. У таких людей появляется профессиональное напряжение в нижней диафрагмальной зоне больше всего прям вот ребрышки. И вот делают у нас нижние доли, нижние несколько ребер. Вот. И постепенно такие люди начинают дышать животиком. Если посмотреть, как у нас, вот прям молодежь, она все больше и больше ходит такая прям с животами. Ну, скажем так, в моей молодости были молодые люди более струнные, девушки в том числе. И дальше начинают, что мучаются с тем, что нужно убрать живот, убрать живот, убрать живот. И что-то делать, и упражнения пытаются сделать. А он никуда не уходит, этот живот. Потому что остается диафрагмальное напряжение, которое приводит к чему? Человек начинает дышать животом. И нижняя диафрагмальная зона полностью перестраивает фигуру благодаря тому напряжение, которое образуется в нижней диафрагме. Далее. Кто у нас сидит за рулем? За рулем, конечно, сидят люди многие. Да, вот водитель. Обратите внимание, у всех водителей появляется что? Животик. Вот я не видела ни одного водителя, который профессионально сидит за рулем, что у него подтянут живот. Нет. У них у всех вываливается живот, он начинает расти, а дальше говорит, пивной живот, пивной живот. А он говорит, я вообще не пью ни пива, ничего нету. И вот рядом с ним стоит кто-то с пивным животом, потому что он пьет пиво, но он за баранкой не сидит, он занимается совершенно другими делами. И человек, который сидит все время за рулем по 10-12 часов за рулем, по 3-4 часа беспробудно в течение дня, то постепенно сначала животика вроде бы нет, а потом все равно появляется этот животик через какое-то определенное время, через какое? когда у тела скапливается, в теле скапливается большое напряжение именно здесь, вот эта нижняя диафрагмальная зона, ребрышки, которые у нас тут последние, закрывающие, прячущие, защищающие внутренние органы. И вот когда там у нас появляется уже напряжение, тогда начинает расти живот. И ничего вы с ними не сделаете, пока не снимете нижнее диафрагмальное напряжение. может быть кто-то уже, вот я сейчас рассказываю, и кто-то уже узнает себя или своих близких родственников, знакомых, и в общем-то просто понимает, что это так. Когда еще у нас в нижней диафрагме такое нарушение появляется? Конечно же, у школьников. И требование вот это вот сидеть постоянно, пряменько, вот это вот у нас раньше было, но вот это положение, оно эргономично, оно комфортно. Если вы так вот сядете сейчас, вы понимаете, что я сама когда-то так сидела, заставляли, да, вот, и я сидела таким образом, что я сидела, естественно, как это положено, школьница, но я недавно вот как раз готовилась к встрече с вами, вот, вспоминала многие эти системы, как, откуда они берутся. Я сидела за столом, попробуйте сесть за стол, или вот так вот сидите. Вы сидите, опираясь таким образом на стол, и вы дышите не диафрагмально. У вас включается по-другому дыхание, оно распределяется где-то в грудной клетке, потому что нижняя диафрагмальная, ну, вот эта вот зона, как сказать, получая, тело получая опору, начинает больше дышать именно средняя часть грудной клетки. И в связи с этим по-другому совершенно идет вот эта вот сама работа и биодинамика организма, и животы не будут расти. Но, если ребенок сидит, допустим, вот в школе не таким, я сразу сейчас говорю, я не требую и не, как сказать, не за то, чтобы все школьники сидели вот так вот на уроках. Нет, ни в коем случае. Я просто говорю как раз это. Если уже, допустим, старшеклассники сидят, они все время где-то за тем же компьютером, а есть такое уже, да, то в любом случае будет нижняя диафрагмальное напряжение, переходить в хроническую систему такое напряжение, и это придет к тому, что будет супер-гипернапряжение, которое приведет через несколько лет к деформации фигуры и ничего, никакие упражнения, никакие, вообще никакие эту фигуру не смогут восстановить, потому что телу необходимо дышать. И если зона не дышит, которая нижняя диафрагмальная, то тело начинает включать что? Живот. И в школьниках, вот я говорю там как раз, у школьников очень часто они начинают, вот я просто наблюдала за своими внуками, как они, когда вот они дистанционно учатся, они, значит, воткнулись вот в этот вот экран, дальше сидят, полностью пытаются, вот руки, да, там где-то, он, он что, полунаклонен на таком состоянии, вот, и в какой-то момент он начинает уже сидеть, елозить, потому что неудобно телу дышать животом, и в конечном счете, что очень сильно быстро устает, и уже даже вот рассеянность внимания появляется через, ну, через два уроки точно. Конечно, это нужно, в любом случае, слушать урок, но если он слушает и вот таким вот образом уже наклоняется, то сразу говорю, что может получиться потом, во-первых, нижнедиафрагмальное напряжение, фигур мы сейчас не говорим, но появляется очень быстро утомляемость в мозге, не воспринимают информацию, почему, потому что именно здесь пережимается, вот у нас есть такая связь, желудок и мозг, вот, и я могу вам точно сказать из своего опыта, диафрагмальное напряжение вот в этой зоне, ребра и желудок, оно практически всегда сопутствует, если человек говорит, у меня что-то с памятью, я не могу вот что-то запомнить, сосредоточенности нет, рассредоточенность, ну, естественно, проблема с работой желудка это 100%, гастритие и всякое-всякое-всячее. Вот, вот все так очень-то просто. Кто еще у нас из профессионалов, когда вот они сидят, значит, сидящие положения, ну, естественно, там есть, хоть это их немного, это звукооператоры, операторы, давайте так, все вспомните, мы с таким вот животиком, потому что это тоже сидит и он все время в положении слегка, тоже, опять-таки, надо вот это наклоненный, там, если что-то делать, внимательно смотреть, там, студию звукозаписи и все прочее, вот, или там компьютер нужно с этим что-то делать, ну, практически, вот, все в этой области имеют тоже такой вот животик и такое, знаете, вот, бочкообразное такое здесь положение, и как бы он не занимался какой-то, каким-то видом спорта или там для того, чтобы поддержать свою фигуру, вот, к сожалению, это не получается у них, и, в общем-то, большующее разочарование в том, что, вот, ну, вот, тело некрасивое, нехорошее, я знаю, что многие мужчины, так же, как и женщины, слезают за своей фигурой, это очень, в принципе, нормально, вот, но усилия все тщетны, так же, как и у женского пола, потому что у женщин пропадает, талия появляется, живот, а у мужчин просто все становится облюзлым. Значит, что, ну, в общем-то, как бы вам я вот сказала, да, дальше можете подумать еще, какие специальности, естественно, вообще все, что связано с компьютером, вот, и, значит, если человек, допустим, вот еще, какая специальность может привести к такому положению, это люди, которые стоят все время на ногах, вот, это, в первую очередь, те же самые продавцы, как вот раньше, допустим, стояли они все время за прилавком, но сейчас тоже есть, таких, правда, меньше, а почему такое-то происходит, причем ли за прилавком, причем ли с диафрагмальной зоной? Дело в том, что сам человеческий организм, он не приспособлен долго находиться в положении стойки, вообще наше тело не любит однообразное какое-то положение, застывшее, тем более, вот, и, когда тело застывает в каком-то положении, то в любом случае внутри включаются какие-то системы, которые пытаются, оживить организм, потому что это получается застывшая, стагнированная, биодинамическая жизнь, что телу очень не нравится, почему не нравится, вот, а оно действительно ему может нравиться, может не нравиться, вот, и это не мозги воспринимают, мозги ничего не чувствуют, а чувствуют все тело, поэтому телу, телу нравится или не нравится, эти ощущения, только потом мозг можно подумать, и что-то мне так хорошо, непонятно, а, да, я же вот там, анализ идет, но телу-то нравится, то есть мозг может только анализировать, а чувствовать, и приходит это ощущение комфортно, это в первую очередь тело, и поэтому, что тут у нас получается, стоит человек, как, допустим, продавец, вот, он стоит, и очень часто напряжение именно руками, если вы стоя стоите, то же самое, скажу так, очень часто такое есть у парикмахеров, вот, потому что рука на весу с этим фэном, и если рука на весу, вот, оно все равно будет на весу, развиваются какие-то определенные профессиональные нарушения именно с плечо-лопаточным поясом, вот, односторонний, и в том числе диафрагмальная зона, то есть человек, держа что-то на весу, если вы сейчас вот так вот поднимете руку, да, вы где будете ощущать свое тело, в первую очередь это рука, и будет нижняя диафрагмальная зона, вы будете чувствовать, что как будто рука как опирается на эту зону, потому что, да, действительно, это по физике, если кто-то там, здесь есть среди вас строители, которые изучали конструкции всевозможные, вот, то как раз вот это вот положение, распределяется вес в собственном теле, а вес это в первую очередь распределяется у нас напряжениями внутренними, это защитная форма, в принципе, организма, то то же самое появляется вот диафрагмальное это напряжение, которое потом приводит очень часто, очень у многих к нарушению фигуры, здоровья и так далее, значит, еще что тут, ну, если я что-то сейчас не сказала, ничего страшного, я так понимаю, что мне важно, чтобы вы это поняли, вот, да, тут подсказывают учителя, конечно, учителя, вот, очень, такое есть, особенно если человек, у него это учитель, который очень часто все что-то говорит, говорит, показывает, пишет на доске, односторонне развивается такое напряжение, к сожалению, есть такое, но это все-таки немножко другое, так, и в нашей жизни просто, вот, мы живем, эмоционируем, реагируем, и я уже вам говорила о некоторых каких-то эмоциональных состояний, которые приводят к блокировке, к оцепенению каких-то зон, вот, сейчас мы говорим с вами о нижней диафрагмальной зоне, так вот, сильный страх или сильный какой-то ужас, и человек, боже, и он цепенеет, не от, когда от радости, и мы говорили про среднюю часть груди, да, эмоциональное, люблю, не люблю, вот такое, обида, это здесь, а тут ужас, который граничит, знаете, с таким, не граничит, он окраску имеет, страх потерять жизнь, страх какой-то опасности, не там, пожар жуткий какой-то, вы не будете здесь эмоционировать, почувствовать его, да, пожар, его видите, как что-то горит, у вас будет напряжение в любом случае здесь, в этой зоне, в первую очередь, ощущение оцепенения, а потом у вас будет начинать, начнет дышать вот эта вот часть, потому что нужно бежать, нужно вдохнуть и оживить свой организм, это другое, и вы уже какие-то там действия делаете, или там, спасать, помогать, или на самом деле убежать и вообще быстро спрятаться, то есть страх, который является страхом за жизнь, это всегда, в первую очередь, диафрагмальная, нижняя диафрагмальная зона. Именно поэтому в средстве этого ужаса, не знаю, потери денег, вот, не знаю, там, обокрали, в банке кто-то вот обокрал, да не дай бог, конечно, да, но, и в этот, не дай бог, но все-таки, если вы это почувствуете состояние, вы сразу почувствуете, что вас тут перехватил ужас, сверху-то как бы обидки слезы, но тут нижняя диафрагмальная напряжение. Это может быть страх, когда вдруг узнаете, что кто-то из ваших близких тяжело заболел, и вот этот ужас, опять-таки, будет больше, и это вот прям вам, вот, не дай бог, опять-таки, что вот вам сразу же говорят, что вот сейчас, вот буквально, и вот такая история, цепенеет вниз, вверх начинает дышать, и тело ищет какой-то выход из положения, помочь, что там, поиски, то есть поиски движения, и в любом случае, это верхняя часть свободна, а нижняя диафрагмальная напряжение. И в связи с этим, именно подчеркиваю, с этим напряжением, страх, ужас, потери денег, потери дома, потери детей, не дай бог, там какой-то, ну, какой-то катаклизм, вот, так как я очень много работала с людьми, которые были в теракте, и в связи с этим, какие-то нарушения физические, психические, я очень много в Израиле работала с такими людьми, могу сказать, что, ну, 99,9% что если человек прошел такое, кстати, вот это тоже боевые действия, вот у многих, ну, большинство, это как раз нижнее диафрагмальное напряжение, сильнейшее, и в связи с этим, значит, нарушается работа органов, которые вот здесь находятся за грудной клеткой, а грудная клетка у нас защищает печень, желчный, здесь желудок, поджелудочная, селезенка и почки, вот, почки. И именно поэтому очень часто, когда нарушают, вот такое нарушение есть, стрессовое, долгое, безденежье, без дома, оказались почему-то там в какой-то критической ситуации, безработой, и вот это ужас за выживаемость, подчеркиваю, выживаемость, потом приходит к тому, что у людей появляется сахарный диабет. Дело в том, что как раз в этой зоне все напряжено, и поджелудочная отписка перестает работать и функционировать активно, и вот дальше приходит к тому, что появляется сахарный диабет. Фактически, скажу так, тоже работаю с людьми, у кого сахарный диабет, кому-то получилось помочь, кому-то не получилось помочь, Разное было, но тут и разные напряжения, разные истории, сам человек тоже разный, но в связи с чем это опять-таки связано? С ужасом, страхом. И сахарный диабет – это заболевание, которое входит в десятку известнейших 10 болезней, у которых первая причина именно психосоматическая какая-то история. И когда же у нас диафрагмальная эта зона работает еще? Я сейчас вам объясняла, когда мы сидим. Что у нас получается, когда мы кушаем? Вот мы кушаем, естественно, очень часто наклонены, потому что к ложке нужно наклониться, к тарелке, не будете же вы так себе делать. Поэтому, да, вот где-то есть такое, да, у нас тут в этот момент есть напряжение диафрагмальной зоны, но это недолгое, организм, и организму это очень важно, потому что нужно сидеть в определенном положении, чтобы пища хорошо прошла, в этот момент и в пищевод тоже там у нас есть движение определенной биодинамики. И вот вы, допустим, покушали, да, не просто так есть известная сиеста в Европе, вот, вы знаете, у нас в России тоже было, что просто у нас не прямо вот не было такого отдельного времени, ну, как это, законом определенное время. Вот в странах Европы там законом определенное время, что вот с двух до четырех, значит, или там с часу у кого-то, там с часу до трех, вот есть время, которое необходимо для обеда и сна после киты. В России у нас просто это было, то есть люди покушали, и давалось определенное время для переваривания пищи и отдыха. Переваривание пищи происходит в первую очередь только тогда, активно происходит, когда мы находимся вот в каком-то таком или полулежачем положении, или просто лежачем, а чаще всего еще вот в таком положении. И дается час для того, чтобы пища переварилась, и организм набрался силы для того, чтобы дальше функционировать. Точно там у всех дворян тоже был тихий час, вот у нас он просто назывался тихий час. Тихий час в детском саду, тихий час в санаториях обязательно для восстановления полностью здоровья в организме. И таким образом это было не просто капризы какие-то, а были знания о человеческом организме, о человеческом теле, и знания, как сохранить здоровье, как увеличить в том числе даже физическую силу, человек его устал. Вот он поел, покушал, полежал немножечко, селёночки появились, и дальше он продолжал работать. К сожалению, всё сейчас это вообще куда-то исчезло, и всё больше и больше больных людей, больных детей, детей, которые, им не хватает силы, они устают, и рассеянность появляется, капризность, нервозность и всё прочее. И я точно могу сказать за свой опыт и в детских садах, и первый класс, какое-то время было обязательно в первый класс шли дети, особенно в этом возрасте для них тяжело, кстати, вот этот длительный день, поэтому было время, что они учились, потом пообедали, потом спите или полежите, а потом дальше уроки продолжали делать. И в любом случае в школе занятия были определённое время, максимум 6, это уже только у старшеклассников, а у детей начальных классов только было 4 урока, и отправлялись они или домой, или даже в школе на обед. То есть расписание дня было правильно для того, чтобы сохранить здоровье, работу мозга, сохранить физические силы. И в этот момент, если вы понаблюдаете за собой, в этот момент как раз очень важно нижнее диафрагмальное дыхание. И оно включает дыхание животом, потому что организм делает и дышит, потому что там, чтобы желудочек двигался, вот кишечник двигался, всё освобождалось. И активизируется именно работа вот этой зоны, этой области для всех органов, которые там есть. И поэтому это в любом случае всегда приводит к здоровью, если это соблюдается. Если же человек поел на ходу, и вот у него всё время такое состояние, вот поел на ходу, значит всё, побежал и потом дальше пошёл. Сразу же не дал телу отдохнуть, не дал телу что такое, не отдохнуть, а не дал телу время на переваривание пищи. То потом появляется нарушение в работе желудочно-кишечного тракта, появляется нарушение в работе, именно в первую очередь тонкий кишечник и желчного пузыря. Потому что в напряжении желчь не может выбрасывать всё, что необходимо, и печень. А печень у нас вообще самый линейный орган. Печень функционирует, хорошо функционирует только, когда человек лежит. И тогда она активно начинает выполнять свою работу. И естественно, остаётся в напряжении весь желудочно-кишечный тракт. Потому что поел быстро, напряжение живота встал, побежал и всё. И дальше какие-то нарушения в желудочно-кишечном тракте, в работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому если вы будете думать и понимать, что необходимо для вашего тела, и давать ему эту возможность правильно работать, то естественно, конечно же, будет меньше проблем со здоровьем и так далее. Значит, если происходит стресс, и стресс, который, ну, стресс, который, да, я уже говорила, какой-то ужасный, там прям так ужас-ужас, прям плачется, горько плачется, вот тут вот горько плачется, тяжело. И если вы попробуете сейчас, значит, по... Вот здесь у нас есть похлыкать, а вот здесь у нас есть поплакать. И когда человек... Попробуйте вот, да. И вот это идёт. Это спасение для организма. Тело внутри застывает в ужасе. И для того, чтобы снять вот это вот напряжение, которое от ужаса, тело... Вообще плачет тело всегда в тот момент, когда нужно снять внутренний, слинущий, сильнейший какой-то спазм, глобальный спазм всего тела. Поэтому получается, что... А вот попробуйте сейчас. Вот тут вот пахнет. Я сейчас даже не делаю. Как-то у меня сейчас не получается. Тело у меня настроилось на проявление, на освобождение в этой зоне. Мне сейчас не получится. Вот поэтому сразу, что-то никак. Вот видите, как тело выбирает в первую очередь то, что ему вот уже было предложено, и выбирает то, что ему необходимо. И попробуйте сейчас вот этой вот зоны, да, как бы вот как бы вы хотите поплакать. И идет такой резкий, значит, что у нас... Идет резкий выдох. Тело наше это делает, и таким образом снимается напряжение со всей грудной клетки, с легких. И если это делать, в первую очередь, позволить себе проявить. Вот если хочется плакать, надо поплакать. И поплакать так, как хочет тело. И вы сейчас... Вот мы уже с вами начинаем говорить, что тело плачет, да, по-разному. Может быть, тоже мне отдельно нужно будет сделать встречу и объяснить вот эти системы. Они очень важны. Важны особенно для тех, кто работает по методу биодинамической фасциальной модуляции, который я обучаю. И вот на... Есть у нас такой ПСК, тоже отдельный семинар для психологического сопровождения клиента. И по тому, как человек дышит, плачет, там что-то проявляет, вот как раз можно сказать, он в каком состоянии... Вот он... В каком... Как это... Во-первых, по состоянию, можно сказать, какая была история. Вот. И можно сказать, что в каком он процессе. Он в процессе еще перепроживания или он уже в процессе освобождения от того, как человек проявляет себя вот в процессе работы. То есть, как он плачет. Вот такой вот есть интересный момент. И... И вот освободить свою нижнедиафрагмальную зону... Есть такой... Чтобы не ошибиться в фамилии... Вилаунскас, Вилинскас. Вот. Значит, он как раз там рыдающее дыхание. Вот. Он рекомендует вообще вот этот... Вот сразу говорю, что если еще у кого-то подобное... Ну, подобное, да? Я всегда говорю еще автора. Вот. У него есть такие упражнения, которые он рекомендует для того, чтобы для снятия нижнедиафрагмальной зоны... Вот определенное дыхание называется рыдающее дыхание, которое делается таким образом. Сидя это неудобно делать. Поэтому я вам рекомендую встать. Вот. И я сейчас тоже в первую, наверное, за все это демонстрировать будем. Значит, что очень важно здесь... Придерживаем ребрышки. И... Почему придерживаем ребрышки? Вот, правда, советую. Дело в том, что у меня в моей практике было несколько человек, подчеркиваю, несколько... Это не один. Сейчас не вспомню. Ну, не буду сейчас считать, сколько. Вот. Которые при таких упражнениях поломали себе ребра. Потому что там рекомендуется делать такое. И если здесь очень сильное напряжение, то может получиться так, что ребро... Вот если так... То вы чувствуете... Если вы можете сделать так сейчас только несколько раз. Вы можете чувствовать, что от этого ребра еще больше напрягаются. Первично это получается так, что мы приводим тело к большему напряжению. И это большее напряжение способствует тому, что проявляется это напряжение. И после проявления напряжения, допустим, кулак сжали сильно, да, вот проявили сильно. А потом он так вот мягко расслабляется. Здесь точно так же. Так вот, можно сломать ребрышки. Я все-таки скажу так, что нужно придержать здесь себе так вот ребра. И вот такое упражнение сделать. Чтобы отсюда прям было. Это можно с открытым ртом. Там у вас получится так. Кто-то будет плакать по-разному, по-своему. И вот это вот такое рекомендую упражнение делать. После этого захочется глубоко вдохнуть. Захотите вы еще это сделать? Вы сделаете. Если вы сделали буквально вдохнули, потом появился вдох-выдох. И посредством того, что снялось какое-то напряжение, появился больше объема грудной клетки. И вы понимаете, что вы уж не хотите этого делать. Не надо делать. Самое главное и самое важное, что необходимо делать, слушая тело, ровно столько проявлять какое-то движение, какую-то ночь, сколько требует тело. И это, ну вот, просто неукоснительный закон. Потому что если вы начинаете делать все это от мозгов, то в любом случае тело будет защищаться. Потому что если оно не хочет, то... Почему оно не хочет? Для тела в данном, допустим, вот это упражнение уже лишнее. Это уже переутомление какое-то. Перенапряжение, да, или перерасслабление. Тело не будет этого делать. Поэтому если даже вы мозгами говорите, сейчас я 10 раз так сделаю, ну, это не упражнение, это издевательство, это манипуляция. Поэтому ни в коем случае мы не делаем такое. А слушаем свое тело. И что же еще очень хорошо, очень важно, в этой зоне сделать это. Значит, что делаем? Вот так вот, смотрите, вот нижняя диафрагмуляция. Вот этой частью руки мы мягенько обхватываем свое тело. Вот видите, как вот у меня так, да? Мягенько, замочком, нежненько. Самые нежные, самые мягкие зоны, которые у нас вообще будут. Вот это вот самое нежное. И вот теперь давайте так. Дышим и на выдох. И как бы на выдох так. Вот никогда не говорится, тело расслабится. Не будет оно расслабиться. А вы просто за выдохом так идите. И на выдох максимально, максимально, максимально как-то вот идет. И тело будет у вас мягко, нежненно на выдох идти. До какой-то зоны вы дойдете. И оно захочет вдохнуть. Вдохнули, вдохнули. Посидели. Может загружиться головой. Я всегда за более мягкие упражнения. Вот кто-то, может быть, захочет порыгаться. Но если все-таки кому-то это дискомфортно, это мне не хочется, подчеркиваю, значит, слушаем тело и делаем более мягкий другой вариант. Значит, смотрите, что у меня здесь. А у меня вот так вот здесь, как куполочек. И это защищает желудок. Вот тут у меня, там даже у меня есть воздушная такая прослойка, подушечка. Вот. Я не давлю на желудок ни в коем случае. И вы не давите. А вот ребрышки, вот они здесь заканчиваются. Здесь заканчиваются. У каждого своя физиология, но у вас будет точно по вашему телу. Это можно делать сидя. Это лучше даже делать сидя. Это не сделать лёжа. Можно сделать стоя, но тогда на самом деле ножки-то тоже подкашиваются. И хочется куда-то приспособиться. А точнее, в принципе, можно даже, если следовать за телом, то упасть. Поэтому я вам показываю сейчас это стоя, но делайте это вы сидя. А теперь давайте так. Каждый сейчас попробует это упражнение сделать сидя. И вы обратите внимание, что будет происходить в вашем теле. Если ваше тело начинает освобождаться от напряжения, всегда появится зевот. Всегда появятся слёзки. Всегда появятся, вполне возможно, так как освобождается нижняя доля лёгких, в том числе и здесь, в этом упражнении, появляется кашель. И кашель постепенно будет очень даже, может быть, сильный, такой глубинный, потому что мокрота пойдёт из самых нижних долей лёгких. И нужно прокашиваться максимально, как только вы можете. И вот таким вот образом можно это делать в любое время, когда вы готовы это сделать. Очень хорошо такое, вот смотрите кино, не знаю, там или новости, даже так себе вели ножку. Вот сделайте такое упражнение, и вам так станут пофиг, что там говорят, что какие-то ужасы, да ладно, всё переживём, всё пройдём. Не шучу. Дело в том, что вот это упражнение не позволяет вам проявлять тот ужас и напряжение, который идёт от мозгов. Тело в этот момент находится в расслабленном положении, в расслабленном состоянии. И информация, которая принимается в таком состоянии, она принимается более мягче, более легче, более оптимистичнее, я бы сказал так. Вот, и кто сейчас может что-то у себя там почувствует, вот вы можете заметить, какие там происходят процессы. Ещё что скажу так, да, за такое вот такое место, шикарное место, которое очень хорошо освобождает именно эту зону, вместе с ней освобождается дальше живот, и да, утречком на унитазе. И могу сказать, что у многих будут выходить газы, будет освобождение кишечника, будет гораздо, у кого запоры, просто рекомендую, не сразу же, не в первый день у вас получится. Но это приведёт к тому, что у вас постепенно начнёт работать лучше желудок, и, естественно, лучше начинает работать кишечник. Снимается напряжение, которое удерживает кишечник в этом напряжении, и, естественно, там получаются застойные процессы. Если вы это будете делать вот такое прям вот утречком, попробуйте, поделайте, то ещё очень важный момент, кто-то утром не идёт в туалет, а идёт там в течение дня. Но для тела очень важно освободить кишечник утром, и постепенно таким образом перестраивается вся работа вашего организма вот как ему нужно. Утром вы проснулись, пошли в туалет, поработали с собой вот так вот мягенько прям там, оно освободится, это место, которое, естественно, не будет вас стеснять. И дальше пойдут хорошие оздоровительные процессы в животе и во всех органах, которые у нас касаются этой зоны. Ну вот, наверное, на этом сегодня всё. Я с удовольствием, в первую очередь сегодня у нас только одни управляем, как бы в основном-то, как всегда, там два упражнения я сегодня дала, да? Вот, делайте ровно столько, сколько вам хочется, и делайте только то, что хочет ваше тело. И будет вам здоровье, и будет вам счастье. Всего хорошего, до свидания, здоровье вам, берегите себя на самом деле, будьте счастливы.